Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добрый вечер, уважаемые избиратели! Мне очень приятно, что через большой перерыв времени меня снова удостоили чести поговорить с вами. Для меня это действительно приятно. Я думаю, что будут пользы от нашей встречи. Спасибо большое за то, что пришли, откликнулись на наше приглашение. 24 августа состоялись выборы в сельском поселении Развилковска и в городском поселении Видное. Давайте расскажем нашим телезрителям, почему прошли эти выборы. Они же, насколько я понимаю, были, как это называется... Два уровня выборов. Два уровня выборов, да. По Развилке, раз вы назвали первое, по Развилке у нас проходили дополнительные выборы. Почему? Потому что у нас два избранных депутата по двум округам отдали. Они баллотировались еще в большой совет депутатов района. И они отдали предпочтение, победили там и здесь, уйти в большой совет депутатов. А два места таким образом освободилось. Поэтому в течение года нужно было назначить выборы. То есть до 8 сентября. Поэтому мы не совпали у нас выборы на 14 сентября. И по городу там были повторные выборы. Потому что по одному из округов выборы признаны были недействительными, несостоявшимися. Поэтому добирали тоже одного депутата. Это ваша комиссия проводила выборы? Потому что сейчас есть несколько комиссий в поселениях есть и в городе, и районные есть комиссии избирательные. Сейчас такая тенденция с 2013 года. В 2013 году, собственно, уже после окончания выборов было принято такое решение. Тенденция на то, чтобы повысить уровень самостоятельности. Ну, скажем так, нельзя сказать, чтобы полная децентрализация. Но в любом случае повысить уровень самостоятельности поселений и всех субъектов, которые участвуют в выборах. Для того, чтобы четко проводили выборы те люди, которые проживают на этой территории или хотя бы работают там. Ну, в общем, локальные вот эти. Поэтому где-то в конце 2013 года прошла кампания по созданию территориальных избирательных комиссий по всем субъектам Московской области. То есть по всем районам. И вот это возложение полномочий было достаточно жестко сказано о том, что не на нашу комиссию. На нас были возложены полномочия территориальные, а потом еще на территориальную возложены полномочия поселений нескольких. Вот эту вот такую трехступенчатую лестницу было решено упростить. Вот поэтому так. Мы сейчас отвечаем только за выборы нашего района, за совет депутатов и выборы главы. Если кто-то захочет, то, ну, в принципе, законом предусмотрено возложение обязанностей, полномочий. Но это только при определенных ситуациях. Ясно. Естественно, телекомпания «Видное ТВ» не смогла пройти мимо. 24 августа мы побывали на избирательных участках и предлагаю нашим телезрителям посмотреть, как проходили выборы на Развилке и в городе Видное. До выбора депутатов сельское поселение Развилковское были назначены в связи с тем, что совет депутатов поселения был неукомплектован. В прошлом году, когда я выбирался по этому участку, получилось так, что я прошел и в районный совет депутатов, и в совет депутатов поселения. И, собственно, до выбора сейчас объявлены как раз во многом из-за того, что я и еще одна моя коллега приняли решение перейти в районный совет депутатов, чтобы оттуда уже помогать поселению немножечко с другого уровня. До выбора проходили по четвертому и пятому округам, куда приписано более двух тысяч человек. Избирательные участки находились в здании колледжа и центра «Вера». Посетителей у нас, конечно, не очень много. С утра шло старшее поколение. На данный момент на 14 часов у нас проголосовало 10%. Явка, конечно, не очень большая, как ожидали. Ну, это понятно, это до выбора. Опять же, последние дни августа, может быть, сейчас, ближе к вечеру, народ потянется сдача. У жителей округов развилки, по которым проходят выборы, накопилось много вопросов к кандидатам в депутаты. Чтоб работал, чтоб нам лучше было, хорошо жилось, и молодежи хорошо жилось, и нам, кто пенсионеры. У нас 22-й не убирается, ничего не делается. Посмотрите, сделали, значит, деревья порубило ЖКХ у меня под окнами, а насадить не насадил. Дороги не сделаны, нет нормальных учреждений для детей, подъезды грязные. Подъезды не то, что грязные, подъезды не ремонтированные. Этим же тоже надо работать. Хотелось бы, чтобы было больше всяких мероприятий для молодежи, потому что молодежи сейчас у нас много, а для них нет даже творческого центра какого-то. До выбора депутатов в Совет депутатов городского поселения «Видное» были вызваны тем, что в прошлом году в единый день голосования на одном из участков выборы были признаны несостоявшимися, и не был избран депутат по третьему округу. Избирательный участок по этому округу был расположен во второй школе. К нему приписано около двух с половиной тысяч человек. Это жители старой части города, которые очень ратуют за его сохранение. Самое главное – сохранить этот старый стиль, не дать разрушить его. Конечно, хотелось бы верить в хорошее, но будем смотреть. До выбора депутатов Совета депутатов сельского поселения «Развилковская» и городское поселение «Видное» состоялись. По предварительным подсчетам по четвертому округу «Развилки» победил Владимир Градов, по пятому – Олег Тихонов, по третьему городского поселения «Видное» – Татьяна Самохина. Людмила Медведева, Евгений Петров, Наталья Буслаева, «Видное ТВ». Александр Андреевич, в сюжете прозвучали предварительные итоги, но прошло время, уже голоса все подсчитаны. Я думаю, что есть и протокол официальный. Давайте для наших телезрителей сейчас озвучим те фамилии, которые действительно уже по праву стали депутатами своих поселений. Ну, давайте начнем с «Развилки». В «Развилке» по четвертому округу, как уже было сказано, что победил Владимир Петрович Градов, он набрал немного больше 37% голосов. А второе место занял Колодин Александр Владимирович, он набрал 25%, около 25% голосов. Ну и по результатам остальные существенно ниже, не будем говорить. Приняло участие из списка 1050 человек, приняло участие в голосовании, ну, 19%. Пятая часть. Это по четвертому округу. И по пятому из 900 человек тоже приняло около 20%. Тоже пятая часть. Поэтому, в общем-то, ожидаемых. Я считаю, что, допустим, по моим многолетним наблюдениям, это достаточно средняя цифра, устойчивая, которая у нас иногда доходит. Учитывая, что это все-таки поселенческие были выборы. Только поселенческие. Только поселенческие, да, это особенность. И плюс тому же время не очень удачно. Так мы все это хорошо понимаем. За Тихонова отдали 82 человека голоса, это 47%. А за второе место 43%. Здесь разница такая, достаточно небольшая, ощутимая. По городу ситуация более такая жесткая, четкая, ясная. За победителя Татьяну Анатольевну Самохину проголосовало 64% фактически. За второе место проголосовало 31%. Ну, это в два раза больше получается. Да, даже несколько больше. То есть тут, да, да, да. Приняло участие из двух с половиной, 2300 человек, участие приняли в голосовании 25%, четвертая часть. Вот таковы результаты, да. Ну, я вот, пользуясь тем, что мы сейчас такое общее даем характеристику этих выборов, я хочу сказать, что выборы показали реальную активность людей. И вот мне понравились выступления, замечания наших избирателей, которые были, да. Это, вопросы эти не решаются очень быстро. Просто, конечно, на поверхности всегда мы быстро замечаем недостатки все. Но могу сказать, даже сам характер выбора в развилке прошел достаточно спокойный. Хотя вот я, допустим, не могу сейчас не выразить свое отношение к тем кандидатам, которые, скажем, заведомо, зная, что они, если победят, то куда-то будут уходить. То есть создается такое впечатление, что они лишь бы куда попасть. Вот я только, вы прям сорвали у меня с языка вопрос, который я хотел вам задать. Ну, такая ситуация, да. Человек, ну, написал заявление или как там, да, это делается. В одну, назову ее, там, Думу, в другую Думу, там, Совет депутатов, да. И, ну, мало ли, человек избирается на более высокий уровень. И получается, что те люди, которые тоже вместе с ним хотели пойти, в общем-то, да, не попадают. Совет депутатов страдает, потому что неполный состав. Назначаются новые выборы, что тоже, в общем-то, несет свои, да, отрицательные стороны есть в этом вопросе. Или, может быть, не знаю, как-то законодательно можно это было бы решить? В общем-то, вот участники тех, кто проводит выборы, он член комиссии и областных комиссий, ну, субъектов наших районов. Мы, когда встречаемся на совещаниях, всех этот вопрос тоже достаточно хорошо, ну, интересует, волнует. И мы, в общем-то, ждем, что, когда собирают от нас предложения по совершенствованию избирательного законодательства, мы всегда, в принципе, даем такое, вот я всегда даю такое предложение, чтобы человек участвовал, независимо от уровня выборов, а избирательная компания вот сейчас избирается, он в одном месте. А то у нас доходит до парадоксов таких вот на выборах прошлого года. Фамилии некоторых наших кандидатов, наших жителей нашего видно, они мелькали. Одна и та же фамилия. Да по всем поселениям. Я знаю одного кандидата, по-моему, он во всех семи поселениях зарегистрировался. Это кроме поселений, я вам хочу сказать, что это было даже, начиная от Ступинского района и заканчивая чуть ли не Волоколамским. Вот так вот. Это было порядка 30 поселений, 30 мест, куда себя заявили. Конечно, это вызывает такое, ну, негативное впечатление. Я считаю, мое мнение такое, что вот сейчас мы избрали, мы это и комиссии, те, которые я все причисляю к ним. И прежде всего, это вы, уважаемые наши избиратели. То, что вот состав, который дополнили наши советы депутатов, которые мы избирали, я думаю, что это пойдет на пользу. Укрепит эти советы депутатов. Конечно. Особенно стабильность требовалась и в поселении Развилковское тогда, когда однозначность позиции. Ну, и потом большая часть населения, больше двух тысяч, были без своего представителя по городу. Это тоже был недостаток. Согласен с вами. Давайте еще одну тему нашего эфира затронем. Это досрочные голосования. Как оно проходило в этот раз? Насколько оно прошло удачно? И есть ли вообще какие-нибудь цифры? Надо ли проводить досрочные голосования? Ну, давайте я, наверное, начну с последнего, с вашего вопроса. О том, что надо или не надо проводить. По своей сути, конечно, надо проводить. Знаете почему? Потому что даже если пять человек примут участие в досрочном голосовании из трех тысяч избирателей на участке, это есть проявление хорошего отношения со стороны государства к каждому своему гражданину. Ну, и гражданская позиция проявляется у каждого человека в отдельности. Это отдельно. Но кроме того, что это именно уважение к нему, ему предоставили возможность по каким-то причинам. С точки зрения прошедших выборов показали так, что принципиально не повлияли. Вот ввелся учет, потому что тогда, когда комиссии выдавали бюллетени для голосования, было известно, сколько было выдано бюллетеней для досрочного голосования. Естественно, результаты кто как проголосовал, это установить невозможно. Но тем не менее, принципиально это те же самые, по-видимому, люди, я так думаю, что те же самые люди, которые рано или поздно, все равно они участвуют в выборах. Только по каким-то другим побудительным причинам. По разным побудительным причинам. И поэтому принципиально на итог это не влияет. Но это предоставляло возможность человеку показать себя, проявить себя, заявить о себе. Поэтому сам по себе этот показатель досрочного голосования, он должен остаться, но он никогда не будет решающим. Так же, как голосование вне помещения, так же, как и другие формы какие-то, такие привлечения. Должна быть агитация на таком уровне о необходимости выборов. Вот так как пример для нас это голосование референдума в Крыму. Я не хочу политическую составляющуюся говорить, но о том, что тогда, когда такое количество людей пришли и заявили об этом, что они хотят участвовать в этом процессе. Вот это и есть активность. И мы должны, в общем-то, своей работой и депутаты, и все остальные должны способствовать развитию этой активности. Напоминаю нашим телезрителям, 541-25-40 и 547-08-13, телефоны прямого эфира. Звоните, если у вас будут вопросы по тематике нашей сегодняшней встречи. Приходят вопросы, и один из них. Скажите, последние выборы выдвигались те же кандидаты, которые и раньше были? И вообще, каков сейчас уровень кандидатов? Что это за люди? Ну, я так думаю, когда я проанализировал, ну, значит, немного было выборов. Значительная часть зарегистрированных кандидатов, и даже те, которые просто уведомились об участии, ну, примерно больше половины, до двух третей, это были люди, которые уже участвовали в той или иной степени. Либо были когда-то избраны, либо в последнем составе, либо вот на выборах 8 сентября 2013 года участвовали. Ну, это показывает их, скажем так, по-видимому, свидетельство о том, что работая в прежних составах, они не все исполнили то, что им говорили избиратели. Это, как тоже я могу сказать, что положительный элемент. Но, с другой стороны, всегда настораживает такой факт, как в народе говорят, а зачем он идет туда, во власть? Значит, есть какая-то выгода. Выгода для кого? Для него как кандидата? Или для него как депутата, если он будет избран? Или только для того, чтобы показать так, как он есть, что вот он существует, такой человек? Поэтому здесь тоже нужно быть очень осторожным в выборе, за кого будет отдаваться голос. Это этическая сторона, морально-этическая сторона, и она должна быть всегда на высоте. Я сейчас так, может быть, рисковато говорю, но поскольку не мы проводили выборы, я имею на это право, как вот человек, который имеет достаточный опыт в проведении выборов, и оценка вот этого состава контингента кандидатов, которые приходят, регистрируются с претензиями, с очень большими амбициями, не зная закон, не зная, зачем он приходит. И, в общем-то, это во многом заставляет задуматься, может быть, даже и об изменении какого-то принципа отбора кандидатов. А, кстати говоря, наш телезритель задал вопрос, существует какой-либо фильтр для кандидатов на местных выборах? Нет только перечень документов, которые поступают, когда человек уведомляется. Вот на выборах в областную думу был такой фильтр, установлен законодательно, тогда, когда будущих кандидатов поддерживали вот как раз уже избранные существующие депутаты поселений, районов. Там был такой фильтр. То есть это поддержка тех людей, которые, здесь противоречивые мнения говорят, что вот власть поддерживает власть. Нет, не так. Просто тогда, когда из большого количества людей, я обладаю прекрасными музыкальными способностями, а вы хороший художник, а кто-то организатор, так вот эти качества, они должны как-то выделяться. А тогда, когда приходят иногда случайные люди, или приходят только опять, повторюсь с этим словом, второй раз за сегодняшний вечер, с амбициями, амбиции должны быть здоровые и здравые. Тогда ответьте, пожалуйста, еще на такой один вопрос. Выборы состоялись 24 августа, но единый день голосования у нас в России 14 сентября. И наши телезрители спрашивают, а будут ли у нас 14 сентября какие-либо выборы? Нет, никаких выборов не будет. У нас все органы власти сформированы, все, кто должен быть. Мы можем спокойно работать вот до конца 2015 года. Еще один вопрос, который хотелось бы обсудить. Ну, назову это так, референдум в Булатниково. Может быть, наши жители города Видны, или жители, не знаю, Володарского поселения, или Молковского поселения, может быть, не совсем знакомы с этой историей. Поведайте, пожалуйста, что это за референдум, кто его хочет организовать, как провести, и вообще какой вопрос выдвигается на голосование жителей. Вопрос только один. Переименовать, перевести статус, изменить, вернее, так скажем, не переименовать, а именно изменить статус сельского поселения на городское поселение. В связи с чем это? В составе Ленинского района. Да, это... Чтобы уж... Я даже, да, ну понятно, спасибо за дополнение, но у меня даже в голове сомнений не было, что это какая-то отдельная структура будет. Нет, это в составе Ленинского района меняется статус. Сельское на городское поселение. Что это дает Булатникова? Давайте я скажу, почему это возник. Хорошо. Вопрос вначале. Он возник потому, что вот сейчас число избирателей, ну, чуть-чуть превышает 6 тысяч по Булатниковскому поселению. А в связи с тем, что интенсивно, суперинтенсивно развивается жилищное строительство, Бутва парк, там вот Зажабкино, потом Суханово, Новое Суханово, там много микрорайонов, и в ближайший год-два будет увеличено количество... Свыше 25 процентов? Нет, не так. А как не так? А если поселение увеличится более чем на 25 процентов? Да, то тогда меняется статус. Понятно. Но это причина какая? Это не жителей, а избирателей. У нас много жителей, которые покупают жилье, но не регистрируются как жители. Мы столкнулись с этим, вы хорошо знаете, вот наши микрорайоны и в Видном есть. Поэтому это тоже проблема достаточно острая. А почему они не становятся жителями? Потому что, ну, нужны рабочие места, нужна хорошая инфраструктура. Постепенно все это будет преображаться. Но на это должны уйти годы. Сейчас состоится референдум. Референдум вообще еще такой маленький хочу дать пояснение. Что вопрос очень сложный. Почему? Потому что практически в области не проводили референдумы по полной программе. Не скоротечный, как вот крымский референдум. А по полной программе. Когда инициативная группа, определенное время проходят какие-то результаты. Булатникова попытались это дело быстро сделать. Но было, так сказать, ну, скажем так, некоторые шаги были сделаны преждевременно. И поэтому сейчас все вроде бы выстраивается в логическую цепочку. И результаты будут определяться тогда, когда за вопрос, да, будет городской округ. Городское поселение, простите. Нет, не будет городское поселение. Хотим или нет? Только два вопроса. Да, нет. И должно быть за одно будет принято то решение, за которое будет 50% голосов, половина, плюс один голос. Поэтому судьбу будущего нашего города... Но референдум, который, возможно, может состояться, там нет ли такой позиции, как явка избирателей, что на этот референдум воле изъявления, да, граждан должно прийти не менее, там тоже какого-то определенного процента? Нет. А по-моему, я вот не могу сейчас точно утверждать, но просто учитывая, что последние выборы у нас проходили, да, по 20, максимум 25%, да, явка избирателей, то вот если мне память не изменяет, ну, в конце концов, это можно проверить абсолютно точно, что, чтобы пришло не менее 50%, может быть, да, избирателей, для того, чтобы референдум признать состоявшимся. Именно эта вот цифра вот мне почему-то в голову вот вошла, что называется. Да, по-видимому, вы правы здесь, я тоже сейчас уже... Ну, так референдум состоится, придет 10 человек, да, семья есть. То есть это, да, я думаю, что вот такая позиция, наверное, и правильная. Я думаю, что, да, она правильная, потому что, еще раз повторяю, будет проводить этот референдум территориальная избирательная комиссия, которая, ну, не наша комиссия, а другая, и они сейчас готовят все эти документы необходимые, ну, посмотрим, чем все будет завершаться. Хорошо. Мы, наша комиссия не отстраняется, просто хочу сказать, мы осуществляем методическое руководство, помощь всевозможную, потому что это честь нашего района. Хорошо. Идем дальше. Телезритель наш задает вопрос, почему до сих пор не появилось в законе изменение, касающиеся строки в бюллетене против всех? Ведь, по слухам, этот вопрос обсуждался чуть ли не в Государственной Думе. Вот такой вопрос. Ну, он даже обсуждался и в Государственной Думе, но на уровне там рабочих групп, или как-то формируется, когда повестка дня. Есть много сторонников за возрождение этой... Графы. Да, графы. Много сторонников не возрождать, потому что, ну, на такой графе можно много спекулировать. То есть, явно зная, что я не выиграю, я буду просто голосовать или там ходить агитировать, как кандидат, за то, чтобы... Голосуй против всех. А если учитывая, как проходят выборы, там по 10 кандидатов по одному округу, там все 8 могут ходить и предлагать не за себя голосовать, а голосуйте против всех. И это приведет к тому, что выборы будут признаваться не действительными, не состоявшимися. Это будут наши опять деньги, эти бюджетные, те, которые можно вот на дороге, которые говорили, что нужно там не ремонтировать, они будут уходить сюда. Александр Андреевич, 8 сентября будет ровно год, как у нас состоялись выборы. Выборы были достаточно масштабные. Мы выбирали главпоселения, мы выбирали депутатов поселения, депутатов Ленинского района. Скажите, вот этот год, насколько вот по вашим оценкам, учитывая, какие кандидаты прошли в различные уровни Совета депутатов, глав, на ваш взгляд, вот насколько действительно сформирована была вот такая команда, которая способна решать те или иные задачи для жителей Ленинского района и каждого поселения в отдельности? Ну, я, наверное, не имею морального права давать оценку. И как жители Ленинского района? Я понимаю, такую целостную, но я могу сказать вот свое мнение по поводу как раз всего блока кандидатов, которые были. Во-первых, я считаю, что на выборах 13-го года, 8 сентября 13-го года, были все-таки очень много, более половины, даже, можно сказать, две трети абсолютно достойных людей. В большинстве своем проходило такое корректное соревнование между кандидатами. И слава Всевышнему за то, что победили кто-то из этих людей. Думаю, что вот этот год, это был год такой, знаете, притирки друг к другу, к формированию мнений по работе по текущей. И работа должна быть плодотворная, в этом нет никаких сомнений. Что я еще хотел бы сказать вот в связи с тем, что сформированы вот все эти органы власти? Выборы 8 сентября 13-го года, у нас было реально 101 выборы проходили, вот по разным градациям. Сейчас в области 14 сентября будет проходить по всей области 500 таких выборов. То есть мы в прошлом году провели фактически пятую часть, будучи там по численности и по всему намного меньше. То есть на нас прошла отработка методики работы вот такого большого количества. Очень большая работа проводилась по учету всех в системе газ-выборы, это безусловно. И многие другие аспекты, которые отрабатывались, взаимодействие со СМИ, очень такие вот, голос, другие СМИ. Но, слава богу, опыт показал, что, и последующий анализ показал, что достаточно корректно все состоялось. Неизбежны какие-то промахи, какие-то огрехи. Но самое главное, не было нарушено нигде воля изъявления граждан. Вот таких ни одного заявления не поступало, а заявления, рассмотрения, неожиданно очень много было судебных исков. Я прогнозировал, так предполагал, что будет не более пяти семей за все выборы. У нас их состоялось 43 разбора судебных. Это очень много. И результаты такие, ну, какие есть. Суд всегда прав. Остается чуть больше двух минут, поэтому, да, быстро. Быстро. У нас с вами вообще, когда разговор идет, а у нас по-другому и быть не может, у нас всегда проходит эфир очень быстро. Николай, наш телезритель, задает вопрос. Как вы считаете, необходимо ли изменение в 131 законе о местном самоуправлении касаемо выборов, учитывая, что закон предусматривает выборы глав для некоторых субъектов из состава Совета депутатов? Мое мнение в этой части такое, что у нас сейчас, пожалуй, на мой взгляд, будет лучшая система выборов за последние годы в стране. Почему? Потому что только тогда формируются хорошие органы местного самоуправления через систему выборов. Просто нам нужно поднять статус уважения к этим депутатам, что это не какой-то там, извините, как раньше мы говорили, пренебрежительный сельсовет. Нет, это не сельсовет, это представительный орган власти. И он определяет главные направления, утверждает, определяет. А уже другие ветви высшестоящие, это исполнительные. Они должны реализовывать то, что будет принято представительным органам. Поэтому вот такая структура, она более целесообразна. И, на мой взгляд, тоже и назначение. Я больше склоняюсь, хотя не говорю, что это, вы знаете, как говорят, истина последней инстанции. Но я склоняюсь к тому, что даже если будет и руководитель какого-то поселения, ну, в виде там, либо администратора, либо в виде... Руководитель администрации. Или руководитель администрации, да. Ну, руководитель администрации или там глава поселения. Это человек, который вот из этого круга, которые уже прошли первую ступень, и люди выбрали этот совет депутатов. А они уже наиболее доверяют своего состава тот, который будет им руководить. Но, на мой взгляд, это более целесообразно. Это повышает ответственность и людей на выборах, кого выдвигаем, и руководителей. Спасибо большое. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Огромное спасибо всем нашим телезрителям, которые все это время провели вместе с нами. Смотрите телеканал Видное ТВ, и вы будете в курсе всех событий. Всего доброго. До свидания. А вам спасибо, что пришли. Спасибо и зрителям за то, что избирателям, за то, что те, кто смотрел, если не смотрели, то завтра можно посмотреть, насколько я знаю. Обязательно. Вот. И мне было очень приятно очередной раз встретиться. Ну, до новых встреч. Всем здоровья, успехов. И поздравляю с началом учебного года. Это большая сфера жизни наша. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...